Танч-Текпе Калчимбеков на протяжении 10 лет берет в аренду землю и выращивает клубнику. Фермеру не раз приходилось брать кредиты в банке. Не так давно он узнал о новом проекте финансирования сельского хозяйства «Девять» и о возможности получить займы с выгодными процентными условиями. По его словам, если бы Айлюк Мэтэ своевременно проинформировала крестьян и фермеров об этом, ему не пришлось бы брать кредит со ставкой в 28% годовых. «Я всегда брал долгосрочный займ с 28% ставкой. Вот теперь информация о новом проекте действительно радует. Было бы хорошо, чтобы все желающие имели возможность брать кредиты на развитие своего дела по 7-8%. И действительно, желающих взять кредит для развития сельского хозяйства немало. Ежегодно займы получают более 15 тысяч фермеров. Максимальный срок кредита – до 5 лет. Начиная от 150 тысяч сомов до 10 миллионов. В рамках проекта предусмотрены выгодные процентные ставки. 10% годовых для категории животноводства и растеневодства. 8% годовых для хозяйствующих субъектов категории животноводства и растеневодства, обязующихся заключить договоры или контракты с предприятиями пищевой перерабатывающей промышленности, участвующими в этом проекте. И 6% годовых для предприятий пищевой перерабатывающей промышленности. В рамках проекта «Финансирование сельского хозяйства-9» Министерство финансов подписывает соглашение с семью банками. По информации финансовых учреждений, кредиты можно начать получать уже с 25 февраля. Выдаются кредиты до миллиона сумм, это на растеневодство животноводства под 10%, от миллиона до 10 миллионов выдаются кредитные средства под 8%, это для кластерного финансирования, для тех хозяйств, которые имеют договора с перерабатывающими предприятиями. И от 10 миллионов до 150 миллионов это будут получать предприятия, перерабатывающие предприятия, которые занимаются агропереработкой. Если же у фермеров не имеется залога для получения кредита, они могут обратиться в гарантийный фонд. Заинтересованных много. Сейчас мы ведем разъяснительную работу среди фермеров и крестьян, поскольку регистрация и документация будет вестись в электронном виде. Планируется выдача кредитов на общую сумму в 6 миллиардов сомов. Ну а те, кто не успеет получить, в следующем году будут обслужены вне очереди. В этом году весенние полевые работы начались раньше обычного. На юге уже сеют пшеницу, да и фермеры и крестьяне Чуйской и Таласской области готовы к работе.